Победа с третьей попытки. Семья Евдокимовых приезжает из Санкт-Петербурга в Самару на Всероссийский фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества «Космофест» показать конструкторские идеи сына Матвея. Шестилетний ребенок из конструктора собирает игрушечные межгалактические корабли. Мечтает стать космонавтом, когда вырастет, чтобы путешествовать по неизвестным уголкам Вселенной. Ребенок очень полюбил космос. Сам придумывает конструкции, все вот эти возможные. И сейчас уже пришли, когда уже с Алик, нам дали другой конструктор, более сложный, и он построил и победил. Самарский «Космофест» проходит в шестой раз. В этом году в нем участвует более 9 тысяч будущих конструкторов в возрасте от 5 до 17 лет. Из более чем 40 регионов России. Организаторы рассказывают, с каждым годом конкурс становится все более популярным и география участников расширяется в космических масштабах. Участники представляют работы, связанные с научно-техническим творчеством, где дети могут разных возрастов, прежде всего, конечно, дошкольники моделируют какие-то станции космические, ракеты, устройства, которые можно в дальнейшем каким-то образом использовать. Но и в том числе есть творческие направления, где дети представляют мультипликацию, что-то связанное с творчеством стихи, возможно, своего сочинения. Кроме детей и молодежи за призы «Космофеста» соревнуются их учителя. Также в этом году появилась новая номинация. Теперь на конкурс принимается семейное творчество. По мнению экспертов, совместные работы родителей и детей способствуют раннему и обоснованному выбору будущей профессии у ребенка. Ведь именно в этом возрасте закладывается интерес у детей к технике. И в дальнейшем этот интерес может привести и в будущем в профессии, связанные с инженерными, техническими и IT-специальностями. А такие специальности чрезвычайно важны для развития нашей страны. Первые участники «Космофеста» уже выбрали профессии в космической отрасли и выступают наставниками для детей на этом инженерном форуме. А завод по производству космических ракет отслеживает судьбу юных и молодых ученых, чтобы в будущем пригласить их на работу. Для нас это очень важно, что дети уже с такого возраста нацелены на космическую деятельность. Так как в дальнейшем это наше будущее, мы их в дальнейшем будем сопровождать по школам, потом техникумы и университеты, целевые направления, дуальное обучение, различные направления, которые нам поставил президент задачи по профессионалитету, которые мы также сопровождаем. И учитывая то, что дети уже с такого возраста участвуют в этом конкурсе, это важно не только для Самарской области, но и для космической промышленности, в целом в Российской Федерации. Некоторые детские креативные идеи стали стартом для взрослых, умудренных опытом конструкторов по реализации уникальных космических проектов. Ребенок мечтает, и очень здорово, что в рамках этого фестиваля очень много детей показало, что им интересен космос, изучать его, покорять, что многие хотят быть космонавтами. И мы считаем, что пока дети мечтают о космонавтике, значит, это будет в целом развиваться. Финалисты Космофеста без наград не остались и в этом году. В комплекте с традиционными грамотами дети получили полезные призы – книги о космосе и конструкторы. Сергей Кизоркин, Игорь Казановский. События.